Музыка Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Что-то в стране уже не до шуток. Ну, мало того, масок нет, так еще и антидепрессанты закончились. Антидепрессанты тоже понадобятся. Антисептики закончились. Ну, благо, что составляющие есть. Пока еще вот в аптеке глицерин есть, пока есть спирт. Спирт, ну, 70%. Ладно, сейчас первый способ покажу. Самый легкий, самый легкий. Это все смешал. Ну, нужно, чтобы он еще в холодильнике постоял хотя бы часов 10. Для там чего-то скрепилось, раскрепилось. Так, я буду делать... Ну, в общем, давайте вперед. Так, я буду делать, в общем, вот силициловая кислота 70% здесь, спирта 1%. Мне нужно будет 2 бутылочки такие. 2 бутылочки. Так, и век же вывек учить дураком сдохнешь. Вот есть же у нас такие закручиваются, да? Открываешь, а тут вот это. Я только научилась, там девушка подсказала как. В общем, берете первое закруташко, вот так вот поджимаете и все, и легко открывается. Представляете? О, теперь не надо ножик искать и все прочее. В общем, все пооткрывали и все это смешиваем. Так, раз. Спиртика запахла. Запахла весной. Да, весна в этом году высокоскосный год нам подбендил. Мало чего хорошего. Так, спирт мы вылили. Теперь перекись водорода. Перекись водорода нам надо 4 мл. Шприцом отмерю. Хлоргексидин нам не подходит, потому что он мало дезинфицирует. Хотя в аптеке говорят, берите мирамистин, хлоргексидин. Нет, хлоргексидин уже все врачи сказали, что он не работает. Так, 4 мл. Ну, можно там 4,5, но... Перекись 3% у меня. Так, и теперь глицерин. Глицерин мне больше нравится, чем алоэ вера. Потому что, если алоэ вера, то оно будет такая мутноватая. Так, глицерина нам надо 2 мл. 2. Вот. Глицерин это надо для смягчения кожи, чтобы смягчало. Это я первый покажу, да, вариант. А второй будет вообще тот нужный деткам. Тот на травках. Но там посложнее готовить. Поэтому я вам покажу. Так, тоже высыпаем сюда. Перемешиваем. Перемешиваем. Сколько получилось? Должно 100 грамм получиться. Так. Вот, до 100 грамм сколько не хватает сейчас. И сколько не хватает до 100 грамм. Это нужно водички добавить. Водички нужно добавлять или кипяченой, холодной, или дистиллированной. Так, сейчас. До 100 грамм водички. Оп, все. У меня это где-то вышло в столовой. Три чайные ложки. Вот. Сейчас все перемешаем. И у меня уже здесь салфетки все на спирту. Так. И выберем. Здесь 60. Здесь. Видите, как хорошо, что я не выбрасывала. Еще даже маленький такой вот можно, чтобы с собой брать. Здесь у меня прямо написано антисептик. Это когда ножнички маникюрные. Или что там я. Давайте переливать теперь. Вот так. Так. Это в сумочку положить. Вот он маленький. Ой, хуспой. Маленький, аккуратненький. Давайте попробуем. Угу, пахнет все. Ммм, как приятно пахнет. Так, а из-за чего же пахнет? Спирт такой. Так. Вот одну я перелила. Сейчас вторую сюда. И, в общем, вот что получилось. Здесь, где 60 миллилитров это дома будет. Я еще додела. Она будет заканчиваться. Так, в сумочку себе кину маленькая. Видите, вот палец. И это тоже может, может, только надо понаходить, где пробки. Потому что будут нажиматься. В общем, вещи нужные. Хорошо, что не повыкидывала все эти баночки. Видите, иногда они пригождаются. Но вот этот вот, знаете, что вот так вот, если на улицу где-то идете, если что-то где-то вытереть. Потому что он немножко сушит руки. Можно, конечно, заменить вот этот салициловый на календула, где спирт. Календула. Она смягчает. Вот второй я буду готовить антисептик. Он на календуле. Поэтому посмотрим. Так, ну это все, что касается этого. Всего ушло две баночки. Они по 14 рублей. Вот это салицилового. Глицерина намного хватит. И перекиси намного хватит. Если такое делать. Поэтому 30 рублей выходит от... Ну сколько? 150 миллилитров. Да, больше, наверное. Так что выгодно. Так, после приготовления его нужно поставить где-нибудь в темное место. Прохладное. Можно не в холодильник. На 72 часа. И только тогда им пользоваться. Им, конечно, можно пользоваться. Но лучше... Так, мои дорогие. В общем, добавляем вот такой. У меня алоэ есть 97%. Есть у кого 92%. У кого вообще можно самим сделать. Этот рецепт я взяла с украинского канала. Все будут добрые. Ложку берем. Очень нравится мне этот канал. Зря почему-то его сейчас закрыли. Одну ложечку берем. Вот. Он и ранозаживляющий. И якобы кожу не будет сушить. Там еще будет настой травок. Настой травок я отдельно делаю. Сейчас я прочитаю. Здесь. Одной травы я не нашла. У нас не было. В общем, полынь, чабрец и шалфей. По одной ложке. Столовая. Ну, я сделала полынь и шалфей. По полторы ложки. Потому что не было чабреца. Ну, на водяной бане отварила. Отвар делайте отдельно. Потому что нужно, чтобы он еще остыл. Потом процеживаем его и к счастью. Теперь наливаем масло. Масло грейпфрукта 10 капелек. Вот здесь тут как раз тот вариант, когда нежелательно переборщить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потому что масло можно переборщить. Масло лаванды. Масло лаванды 5 капель. 4, 5, оба. И масло чайное дерево тоже 5 капель. Все это 2 капель. Теперь нужно хорошенечко перемешать. Сейчас я перемешаю. Хорошенечко. Так, ну, теперь в эти 60 грамм мы добавляем 20 грамм спирта. Лучше, конечно, календула на спирте. Но в аптеке у нас нет. Пришлось покупать вот 70% салициловый спирт 20%. Я уже показывала, да? А, здесь уже открыла. Здесь даже, кстати, нету это. Так, 20 грамм. 17. 20 грамм. 1 грамм. В общем, так. И выливаем сюда. Все. Теперь это все выливаем вот сюда. Хорошенечко. Хорошенечко размешиваем. Хорошенечко. И потом перельем в емкость. Отлично, хорошо. Хранить 3 дня, если с собой носите. И 7 дней в холодильнике. То есть можно по маленькой, маленькой с собой брать. Ну, есть запах такой спирта. Сейчас хорошо размешаем. Ой, запах такой стоит. Вообще, все, кто мыловарением занимался, у них есть такие. Вот сейчас. Хорошенечко размешаю. И будет счастье. Так, мои дорогие. Вот это вот получилось то, что спиртовое. Без трав. Первый способ, да? Вот. Вот это у меня. Вот только вот это у меня теперь с крышечкой, чтобы в сумке носить. Вот это буду носить. Но я еще завтра не буду пользоваться ей. В темное место она постоит. Вообще надо 72 часа. Но хватит и суток. Вот это можно сразу пользоваться. Это сотвар трав. Вот полынь, шалфей и еще там что было? Чабрец. Закончится. Я еще сделаю. Вот это мне больше нравится. Оно щадящее. Я оставлю ссылку на то видео, с которого я это все слезала. Проверила. Да. Мягкие. Вообще прекрасные. Еще там производили. В общем, санэпинстанция брала у ребенка, который играл на прогулке. И выявили, что после этого нету там какой-то палочки. В общем, вот этот мне больше нравится. Он мягче. Вот это, конечно, сушит. Это уже такое, наверное, знаете, на улице там ручки двери обработать. Вот такое все. Хотя я вот на улицу ходила там в машине у себя. Везде там все, везде протирала, брала обыкновенный спирт. У меня сейчас такой спирт, он чуть, я не знаю, везде. Вот. И просто пересыпать в любую брызгающую баночку. И тоже, мне кажется, хорошо убивает. Но хлоргексидин, сказали, что он, хлоргексидин, мирамистин, он не действует на этот. Вот. Лучше брать перекись водорода. Так, мои дорогие, я все проверила. Да, вот нравится. Мне даже и запах нравится. И да, вот на алое там. И знаете, обычно алое, она такая как бы скользкая все, а здесь вообще нет. И вот это вот мне больше нравится. Ну и запах приятный. Просто я боялась, что как бы полынь, ну есть такое что-то вот от полыни. Да, знаете, как она такая горькая пахнет. Но она быстро выветрится. Но все-таки антисептик. Вот. Так что, как-то так. Ну ладно, мои дорогие, если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok